Групповое пение, соло, декламация и инсценировка. И все это на английском языке. Именно такие номинации были в программе 22-го ежегодного краевого смотра конкурса Thailand Show 2018, который прошел в ДВФУ. В этом году он собрал около 300 школьников со всего Приморья. Это подготовленная речь, и тем не менее они демонстрируют хорошую артикуляцию и произношение на английском языке, беглую английскую речь. Демонстрируют, какие они творческие, какие они артистичные, эмоциональные. Поэтому это здорово. К постановке номеров участники отнеслись с ответственностью. Декламация в большинстве случаев проходила с музыкальным сопровождением и различными декорациями. Без них не обошлись и инсценировки. Кто-то брал простотой, а кто-то масштабностью и карнавалом красок. Выбор произведений тоже радовал. Здесь и Робби Уильямс, и Куин, Адель, Металлика. Не обошлось и без отца английской поэзии Джеффри Чосера. И, конечно же, Шекспира. Огромная благодарность тем, кто организует это шоу, потому что это большая возможность и для нас, преподавателей, поучаствовать в таком мероприятии, и для детей, показать себя и проявить себя. Потому что здесь не профессиональные коллективы, а любители. Один из самых ярких и запоминающихся номеров приготовили ученики 72-й школы Владивостока. Они участвовали сразу в двух номинациях – групповое пение и инсценировка. Для номера выбрали песню герои мультфильмов группы «Аква». В шоу были задействованы персонажи картин Диснея и русских сказок. Все номера мы как-то делаем совместно с группой, поэтому вот сидели, слушали как-то песню на занятиях и решили, вот почему бы не сделать такой номер именно и не выступить на конкурсе. Результаты смотра будут известны в течение недели, а победители выступят на галоконцерте конкурса, который состоится 28 апреля в ДВФУ. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.